Всем известно, что правильная мотивация важна для достижения успеха в каждом деле. Именно поэтому так популярны проекты, в которых обретение физической формы имеет соревновательный характер, как, например, проект «Тачка за прокачку». Самая главная фишка проекта в том, что можно за короткий промежуток времени привести себя в порядок и получить главный приз – автомобиль стоимостью от полумиллиона рублей. С каждым участником прорабатывается индивидуальная программа питания, анализируется организм и ставится цель на проект, потому что успешность цели – это залог непосредственно выигрыша в нашем проекте. То есть цель возможна либо на увеличение мышечной массы, либо на уменьшение жировой массы. Каждый участник вел свой личный блог в группе проекта, в котором делился своими достижениями. А за правильностью выполнения упражнений в спортзале и питанием следили специалисты. Люди прямо горели, было видно желание в глазах. То есть они постоянно задавали вопросы, то есть им всегда до всего было дело. Люди досконально интересовались, что нужно сделать для достижения результатов, и результаты действительно ошибок. Выжимали, наверное, себя на все 200%, приходили на тренировки, которые начинались в 7 утра и работали по полной. Некоторые участники я их видела по 2-3 раза в день на тренировках. Они приходили уже утром, в обед и вечером. Этот сезон очень тяжелый на самом деле. Прошлый сезон был как-то попроще, полегче. А в этом сезоне прям все... очень много было претендентов, и борьба была очень жесткая. И поэтому, конечно, градус повышался с каждым днем. Финальный вечер в проекте был ярким и запоминающимся. Организаторы решили устроить тематическую вечеринку в стиле ретро. В этом сезоне мы решили сделать подарок в преддверии Нового года нашим участникам и предложить им сегодня тематическую вечеринку в стиле Гэтсбер. Кроме того, очень много ребят в этом сезоне первый раз одели костюмы за всю свою жизнь и первый раз одели платье. И это очень приятно, что им понравилось. Они вошли в образ и на самостоятельное задание обыграть аксессуарами данную одежду очень хорошо справились. Постоянно ставились в будильники на каждые полтора часа. Не забыть, не забыть протеин, не забыть покушать. Тяжело на самом деле. После работы тренировка. Тренировки были тяжелые. Тренировки у меня были 5 дней в неделю. То есть я такая в режим конкретного спортсмена перешла. Со стороны это кажется, что да, нормально. Я смогу выбрать время для тренировок, для программы питания и так далее. Но оказалось так, что к концу второго месяца этот проект полностью меня поглотил. Я просто настолько работала над этим, работала над собой в зале. Питание. Тренировки 3 раза в неделю. Параллельно я еще занимался другими тренировками, чтобы был хороший результат. Это и плавание, и бассейн, и бег и так далее. То есть без этого никак. Я победил сам себя, победил свою лень. Грубо говоря, для человека надо победить прежде всего самого себя. Я увидел свои кубики в первый раз в жизни. В этом сезоне впервые за историю проекта победительницей стала девушка, которая уже забрала в качестве приза железного коня и прокачанную фигуру. Эмоции вообще очень переполняют. Нет, я не ожидала. Победителя мы не знали до вот этой минуты. Шли вообще все вровень. Поэтому, ну да, сюрприз я вообще не ожидала. Я чуть сознание не потеряла. Это было, блин, это круто. Но на этом проект не заканчивается, и впереди четвертый сезон. Регистрация открыта, а кастинг состоится уже в январе.